Добрый вечер, дорогие друзья! У тебя какие-то неправильные синоптики Я первый раз слышу такое слово предзимье Просто у тебя отсталые синоптики Я, в общем, к тому, что не совсем все как обычно Обычно три месяца назад было светло И мы гоняли и по-сухому, и быстро, и классно Но нет Да, я на самом деле очень просто определяю наступление зимы и осени В тот момент, когда ты приходишь на работу где-то полвосьмого вечера Если в это время темно, значит зима на носу Ты капитан очевидности Я профессионал Швак, но мы сегодня не вдвоем обсуждаем наступление зимы и осени У нас сегодня в гостях, на минуточку, заместитель начальника отдела Дорожно-патрульной службы столичного ГИБДД Подполковник Василий Новиков Василий, привет! Привет! Добрый день! Я бы даже сказал вечер Итак, можно сказать Доброго времени суток Мы хотели сегодня с Василием обсудить именно подготовку нас с вами К осенне-зимнему периоду Или к осенне-зимнему сезону Что носит в этом сезоне? Мы всегда Что в моде? Мы с тобой всегда готовы Потому что мы профессионалы Но Но Не все люди подходят так ответственно, как мы с тобой К замене шины и так далее и тому подобное К замене, главное Манеры вождения Вот об этом будем сегодня говорить Это очень важный момент, который позволяет обезопасить нас на дороге Сохранить жизнь и здоровье граждан Василий, рассказывай В первую очередь Ну, у нас сейчас осень Да, вот что поменялось с точки зрения водителя? Ну, осень, конечно, красивая пора Но она отличается не только там красивыми парками, скверами Какой романтичный сотрудник полиции Так! У нас в осень, конечно, все понимают Что она еще и замечательна тем, что много дождей, к сожалению, происходит Дожди, это значит ухудшение видимости Мокрая дорога Часто встречается аквапланирование на машинках Поэтому это тоже надо учитывать внимание Ну и как было озвучено чуть-чуть выше Так это Во что мы одеты? Забываем и обращаем внимание Что актуально в этом сезоне? В этом сезоне актуально, конечно, вовремя Переобуть свою автомобиль Красивая машинка должна иметь соответствующие Красивые, правильные шины Ну, красивые, наверное, в меньшей степени А вот правильные в большей И, безусловно, как бы в осенний период Этот вопрос еще не так остро стоит, да? Но где-то... Так, подожди, перебываться же нужно осенью Слушай, перебываться нужно осенью У нас просто осень странная Вопрос, когда осенью? Потому что я считаю, что если выпал первый снег Вот это... Ну, когда выпал первый снег, уже, знаешь ли, поздно переобуваться Да, уже поздно, понимаешь? А все остальное время с сентября по ноябрь А так плавно как-то погода ухудшается Ухудшается Когда? Какой критерий? Да, давайте напомним автолюбителям Какой самый важный критерий в процессе переобувки? Наверное, чтобы не дожидаться того случая Когда уже выпадет первый снег Или наступят какие-то заморозки утренние Не дождаться этого момента И уже заблаговременно С началом осеннего периода Уже переобуваться Менять шины на зимние На те, которые более устойчивые Более правильные И к увеличению влаги на дороге И к первым нежным зановосам Василий, конкретнее Я вот облизал палец Высунул его в окно Как я это обычно делаю Как профессиональный синоптик И определяю таким образом температуру При каком температурном режиме Надо колеса сменить? Ну вот сейчас, например, у нас днем Уже идет не столь высокая температура Плюсовая Но к вечеру и к ночи Она уже спускается даже до нуля В некоторых местах Поэтому я думаю, что и сейчас Уже затягивать не нужно Уже пора переобуваться Пора уже ехать в соответствующие сервисы И менять шины на зимние Нет необходимости затягивать этот процесс Потому что, как всегда получается Самое неподходящее время Когда выпал первый снежок Или ударили хорошие заморозки Водители до сих пор идут на летних шинах Что на самом деле ужасно Ну с моей точки зрения А у нас это происходит неожиданно Да, то есть ты сейчас Ты сейчас говоришь про осень Но частенько в первых числах ноября Уже такая осень, что снега пощикал Поэтому, конечно же, нужно подойти к этому вопросу Более вдумчиво И, в принципе, по неким нормативам Производителей шин Есть такое правило Что шины необходимо менять С летних на зимние Когда среднесуточная температура Не превышает 5 градусов Плюс Соответственно, если температура Слушай, ну вот смотри Ниже 5 То твоя резиновая смесь Твоих летних шин Просто перестает работать Вот и все Нет, когда на улице плюс 5 В принципе, я начинаю хуже работать Вся моя смесь Ты всегда работаешь так себе Давай признаемся честно Ну вот с шинами Определенное понимание есть Если температура ниже плюс 5 Среднесуточная Летняя резина, соответственно, работает хуже Тормозной путь увеличивается Соответственно, держак в пятне контакта уменьшается Ну и все это ведет к чему? Ну-ка К музыке, не знаю, к танцам Слушай, она В данном нашем конкретном случае Да, ведет к танцам Друзья, у нас музыкальная пауза После которой мы обязательно вернемся К обсуждению этой, мне кажется Наиважнейшей темы Движения на автомобиле В сложное время года Добрый вечер, дорогие друзья И мы продолжаем вместе с вами Готовиться к осенне-зимнему периоду С обновками, с одеждой Мы вроде более-менее разобрались Дмитрий Малыгин нам все подробно рассказал У нас в гостях заместитель Начальник отдела ДПС Василий Новиков Василий, к тебе вопрос Осень закончится рано или поздно Я узнавал, это произойдет Зима близко Да Осенью мы поняли, что самое главное дожди Поэтому чуть помедленнее Аквапланирование Допустим, пережили Зима Она будет три месяца Как меняется стиль вождения? Что нужно делать? Сколько она будет? Как минимум три Ты оптимист Я верю Это прям совсем по минимуму ты взял Да, три Да, Василий Что делать зимой водителям? Ну, зима это у нас вообще сказочная пора Такая получается В первую очередь, я так понимаю, что мы все выезжаем на дорогу У всех исправные машины У всех заряженные аккумуляторы У всех хорошо работают дворники Они хорошо очищают ваше окно Лобовое У вас на боковых стеклах ничего не присутствует Что мешало бы вашему автору А что может присутствовать? Ну-ка, давайте с этим Многие водители любят, конечно, там повесить шторки какие-нибудь Тонировку с нарушением уровня тонировки Это, как бы ни говорили профессионалы Все-таки это мешает И очень часто создает неприятности При боковом перестроении, при парковке Особенно там в темное время суток Не всем хорошо заметно, как припарковаться Глядя в зеркало через затонированное стекло Ну, а я правильно понимаю, что на самом деле тонировка Вот сейчас мы заостряем внимание на парковке Да, но вот этот перепад свето-пропускаемости Между лобовым стеклом, которое Ну, я надеюсь, что у всех абсолютно прозрачное И даже слегка подтонированными боковыми стеклами Может привести к ДТП Даже, ну, как бы при перестроении Не только при парковке То есть человек резко поворачивает глаза в сторону бокового окна А если там едет машина без ходовых огней? А там едет машина без ходовых огней И, в общем, в целом На доли секунды просто из-за перепада света Разницы света между лобовым и боковым Возможно, что будет столкновение С соседним движущимся транспортом Так ли это, на самом деле? Да, очень такой огорчающий вы такой результат Сейчас все пояснили сразу к ДТП Хотелось бы, чтобы этого не произошло И нам Но в то же время все-таки надо помнить Что осень и тем более зима Это сокращенный световой день Рано темнеет Поздно Светает Поэтому А если еще и снег какой-нибудь идет И в темное время суток То, конечно, глядя в сторону В зеркало Через затонированное стекло Вы вряд ли увидите автомобиль Который подъезжает к вам сзади И который уже начал перестраиваться вместе с вами Еще, конечно, интереснее Если у этого автомобиля и свет Передний не горит Или габариты огни неисправны Ну и не забывайте о том Что у вас еще есть боковые мертвые зоны Особенно если вы едете рядом с грузовиком Поэтому тонированное стекло В данном случае В этот период Это очень неприятная ситуация Поэтому уж подходите к этому более разумно И не превышайте тот уровень Который установлен правилами Он все-таки прописан Я бы, честно говоря, даже тот уровень бы не использовал Я не понимаю, в чем фокус с тренировкой По-прежнему не понимаю Никто мне не может объяснить Кайфы вот этих затемненных стекол Они мешают всему на свете, мне кажется Как еще На что еще обратить внимание В рамках подготовки автомобиля к зиме Про заряженный аккумулятор мы выяснили Потому что если у тебя аккумулятор не заряжен То все твои соседи по потоку счастливы Потому что ты не выехал на дорогу Кайф, молодец Все, стоишь во дворе Прыгаешь вокруг аккумулятора Все норм И все почему-то счастливы А все счастливы, потому что ты не выехал на дорогу На дорогах меньше пробок Ты злодей вообще Не думай о людях-то настолько плохо Не надо Да, с этим все понятно Что еще в автомобиле Мы выяснили еще зимние колеса Что еще нужно подготовить к зиме Ну мы уже озвучили о том Что там главная еще техническая составляющая Всего автомобиля Чтобы у него все работало правильно Двигатель работал ровно Тормоза работали исправно Если у вас АБС То обращайте внимание на этот АБС Если есть курсовая устойчивость На нее обращайте внимание Но полностью не полагайтесь Все-таки водитель является главным лицом За рулем автомобиля Есть у меня машина с АБС Просто выехать где-то тормознуть порезче Но как нам утверждают производители этого АБС Она помогает при торможении Оставлять автомобиль под рулением То есть когда вы нажимаете на АБС Колеса не блокируются И автомобиль еще возможно направить в другую сторону От препятствия К которому вы сейчас мчитесь И готовы уже столкнуться Поэтому не жмите сильно Не бейте по этим тормозам Нажимайте плавно Так же как и при перестроении Плавность она поможет вам Медленно подойти к препятствию А возможно избежать любого Впоткновения впереди идущим автомобилем Вот тут наверное главное И важно напомнить еще о дистанции Перед впереди идущим автомобилем Это в настоящий момент наверное очень важно Это правило поможет вам соблюсти Наверное и в осенний период И в зимний период И в снегопад И какие бы у вас колеса не были Ну забыли вы в конце концов переобуться Не успели, опаздываете Смотрите за дистанцией Вы все-таки выезжаете на дорогу Вы знаете в каком состоянии у вас автомобиль Вы знаете во что он обут Какое вы техническое состояние Поэтому уж интегрируйте себя В дорожное движение надлежащим образом И уж соблюдайте эту дистанцию И при наличии хорошей видимости Которую обеспечивают ваши дворники И незамерзающая жидкость Вы будете я думаю на коне На дороге И ничего вам страшного не грозит впереди Спасибо большое, это прикольно кстати На коне, на дороге Друзья, у нас музыкальная пауза И мы вернемся Добрый вечер, дорогие друзья Мы продолжаем готовиться к наступлению зимы У нас в гостях заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы Столичного ГИБДД Василий Новиков Василий, такой каверзный вопрос Несколько лет назад Мы случайно вспомнили о том Что существует такой дорожный знак, как шипы Наклейка на заднее стекло И за нее как-то внезапно начали штрафовать То есть этот знак, он вроде бы существовал всегда Но всегда он носил рекомендательный характер В какой-то момент за это начали штрафовать Что сейчас с этим происходит? Знаки начали пропадать из магазинов Люди начали брать в руки ножницы Маркеры, рисовать их И клеить на заднее стекло Это было конечно очень странно Как сейчас действительно обстоят с этим дела? Да, по поводу знаков действительно так было Сам брал в руки ножницы Сам делал на цветном принтере этот знак И сам также его вывешивал на заднее стекло Да, а потом выясняется, что ты его настолько хорошо приклеил Что отрывая его весной Ты отрываешь его вместе с нитками электрообогрева стекла Или просто не отрываешь, потому что лень Да, потом мы еще этот скотч удаляли очень долго Так, ну и сейчас Но все-таки надо все-таки понимать Что этот знак был придуман не для того Чтобы там за него наказывать или не наказывать В первую очередь этот знак был придуман для того Чтобы сзади двигающийся водитель Он видел во что обута ваша машина Чтобы он понимал, как реагировать на то Что вы едете на ошипованной резине Держать от вас дистанцию подальше или поближе Он же понимает, что у вас меняется в этом случае путь торможения То есть тут уже каждый водитель соизмеряет, наверное, с тем Какие у него конкретно есть шины И смотрит на тот ошипован, который едет перед ним Да, будем надеяться, что это еще более опытный водитель Сзади двигается Он понимает, что он едет по гололеду, например А в гололеде там последние метры хорошо работают шипы Если он едет по дождю, то он понимает, как отреагирует ваше колесо ошипованное Что тормозной путь может увеличиваться, например Если вы поедете на этих шипах, как на коньках По тому же асфальту Поэтому первым делом это уважение к другим участникам дорожного движения Которые двигаются вокруг вас Чтобы они видели, кто вы, на чем вы едете И каковы ваши действия в дальнейшем Что вы по жизни ошипованный чувак Да-да-да Самый главный вопрос Ты ускорил, штраф сейчас выписывают сотрудники полиции или нет? Штраф пока никто не отменял за это дело В правилах все-таки написано, что если ваша машина едет на ошипованных шинах То знак соответствующий у вас должен быть на стекле Уже каким-то образом приклеен или установлен Поэтому штраф остается Но без пристрастия Как это было в тот чудный сезон сенокоса Да, и еще один вопрос Тоже связанный с зимним сезоном Как меняется аварийность? Насколько меняется количество аварий? Как меняется... Качество аварий, что важно То есть летом это один тип столкновений Зимой я предполагаю, что совсем другой Да, но если вот сейчас Все верно подмечено Но если сейчас водители вспомнят о том, что мы говорили там чуть ранее О том, что вы если все условия движения в осенний-зимний период учли То проблематики с аварийностью у вас вряд ли появятся Но в то же время, да, все-таки Все равно водители забывают и переобуться И незамерзающую жидкость залить И держать дистанцию забывают И тонировка у них усиленная Поэтому очень часто получается, что все вот эти недосчеты Они заканчиваются аварийностью Она увеличивается К сожалению, увеличивается Недаром же среди водителей есть такая поговорка Что наступает день жестянщика Первый снег, первый дождь Когда никто не знал Никто не ждал, что в ноябре Первый снег Первый дождь Но на самом деле день жестянщика наступает у тех ребят Про которых Василий сказал Что они по какой-то причине забыли поменять резину Внезапно в ноябре случился мороз Да, поэтому не надо так уж Вот это было, что первый снег, первый дождь Он, к сожалению, наступит, как всегда, очень внезапно И будьте к нему очень готовы Ну и самая распространенная картина, естественно, в такие дни Это машинка, стоящая с другой машинкой в задней части водкнутой Правильно я понимаю? Это, наверное, самая распространенная Да, очень огорчительная ситуация Когда таких пар на дороге стоит очень много И уже физически к ним никто не успевает подъезжать Вот я хорошо помню Как только выпадает снег Ты можешь в город не выезжать То есть пробки будут там под 10 баллов стабильно Ну к этому уже все привыкли Если снегопад, весь город стоит Понятно, что коммунальные службы стараются как можно быстрее убрать снег И, ну уж я не знаю, как, где, а в Москве с этим справляются Да, на МКАДе есть специальные тягачи, которые помогают фуры затаскивать в горку Понятно Но что мы, как водители, можем сделать для того, чтобы город хоть как-то начинал двигаться Дома сидеть Чай пить Так, это одна версия Дмитрия Малодина Василий, твоя версия, что делать? Конечно, отлично дома сидеть, чай пить А вдруг человеку понадобилось из точки А доехать в точку Д Пусть даже в снегопад С заездом в точку Б, С и Е Ему надо ехать И там еще жена рожает Езжайте, обязательно езжайте, действуйте Машина хорошее средство, которое вам поможет в этом деле Сделать все быстро и качественно Но не забывайте, не надо тушеваться на дороге в первый снегопад, в первый дождь Надо быть уверенным, надо, чтобы все было спокойно Держите дистанцию, соблюдайте правила Не забывайте, там все везде прописано Уважайте водителей других на дороге И соблюдением всех этих маленьких условий, я думаю, у вас не появится никаких проблем в будущем И не тупите в телефончике, что немаловажно Друзья, музыка, музыка и мы вернемся Погнали Добрый вечер, дорогие друзья Вечерний заезд И мы, я надеюсь, полностью разобрались с автомобилистами С тем, как подготовиться к ближайшей зиме И у нас в гостях заместитель начальника отдела ДПС Василий Новиков Который готовился как раз говорить об автомобилистах Но мы сейчас поставим его в тупик Потому что я вижу, что зима – это время подготовки и смены Манеры передвижения по городу не только у автомобилистов, но еще и у пешеходов Что же, переобуваемся обувь с шипами Переобуваемся, понятно Мы с тобой регулярно Вот, вопрос в другом Как помимо, ну, окей, как Гарри сказал, хорошие обуви Еще пешеходам нужно подготовиться к зиме, зиме в городе, на дорогах и так далее Готовиться нужно к этому времени тоже, наверное, и пешеходам в том числе Особенно касается, наверное, родителей, которые будут провожать своих детей Из дома, в школу, в учебное заведение, в детский сад везти Или просто отправлять туда самостоятельно То есть они их утром отправляют по темноте, забирают по темноте Как будто не расцветало Да, проснулись еще темно, ложимся спать уже давно темно Поэтому вот в это темное время суток Очень важно, наверное, обозначить своих детей Да и себя не мешало бы, конечно, взрослых людей Обозначить себя соответствующими какими-то светоотражающими элементами На рюкзаке какие-нибудь фалики висят, брелки висят, тоже такие же Ботинки с светоотражающими элементами, рукавицы, перчатки Не важно, что будет такое, что поможет водителю вас каким-то образом идентифицировать на дороге И принять какие-то меры, чтобы не произошло какого-то происшествия с участием детей или взрослых Но на самом деле, мне кажется, что это правило, оно же справедливо не только для детей Но и для взрослых, потому что вот я как водитель, который едет, допустим, рано по дороге И когда в темноте человек переходит по зебре Мне принципиально все равно, переходит это ребенок или взрослый Факт, что если его плохо видно, то я понимаю, что он находится в зоне риска Слушайте, проблема же еще заключается в том, что Да, и летом, безусловно, любому пешеходу лучше бы использовать световозначающие элементы Да, но если летом водитель все-таки менее напряжен и менее внимателен к движению автомобиля И больше наблюдает за окружающим его миром То зимой проблема с опознаванием пешехода еще упирается в то, что водитель в моменте наблюдает за очень многими факторами Да, как автомобиль едет, не скользит и так далее, и тому подобное Поэтому зимой этот вопрос стоит особенно остро И я, честно говоря, вижу, что надо бы, наверное, на каком-то законодательном уровне Всех обязательно использовать световозначающие элементы Слава богу, слава богу, сейчас в 21 веке даже, ну не даже, а большинство производителей одежды верхней, детской и так далее Уже в фабричных условиях вшивают эти элементы, а некоторые делают даже целым Целым, да, у меня вот у ребенка есть световозначающая куртка Это смешно, он когда ее надевает, а на него светят фары, это прямо одно большое такое светящееся пятно То есть ты просто взял желтый жилет и пришел к куртке и сказал сыну, что так и было Да, но на самом деле это фабричная большая куртка из полностью световозначающей ткани И это прямо очень классно, потому что вы сохраняете и свое здоровье, как пешеход И вы так вот, ну как-то помогаете водителю ехать более безопасно, потому что он ранее вас опознает Василий, а нет какой-нибудь законодательной инициативы? Я знаю, что за пределами населенных пунктов люди обязаны пользоваться жилетами Либо какими-то световозвращающими элементами В городе такого требования, по-моему, нет пока Ну, город по сравнению с загородной территорией все-таки лучше освещен Мы надеемся, что тут пешеходов лучше видно в городе В том числе на пешеходных переходах, которые обозначены всеми соответствующими знаками Иной раз даже как-то обильно обозначены эти пешеходные переходы К сожалению, может быть, у нас все это носит рекомендательный характер Но все-таки надо пешеходам самим подумать о том, что безопасность их жизни находится в их руках И подходя к пешеходному переходу, регулируемому или нерегулируемому, не надо бросаться и сразу же переходить Убедитесь перед дорогой, перед пешеходным переходом, что вам уступают дорогу Что водитель вас увидел, притормозил и останавливает Василий, хорошо, если он, ну, как бы он увидел, притормозил И это торможение, как бы... Закончится остановкой Закончится остановкой, да Просто многие пешеходы зимой не учитывают тот факт, что перед пешеходным переходом может быть элементарная наледь Водитель его увидел Водитель предпринимает все возможные меры для того, чтобы совершить остановку Он даже наклеил сзади знак шипы Да, но в силу элементарной физики пятого класса, да, его автомобиль сделать это не может. Поэтому, ну, как бы нужно помнить, что самого легкого пешехода, самого тяжелого, точнее, пешехода гораздо проще остановить, чем самый легкий автомобиль. Поэтому смотрите по сторонам, пожалуй, ста. Вот это ты сейчас завернул. Классно же? Да. Про тяжелого пешехода и легкий автомобиль, да, вот было топчик. Поэтому, да, пешеходы тоже для вас время задуматься о том, как сменить свой стиль ходьбы. Ну да, движение, обобщим свой стиль движения в зимний период, да, это тоже важно. Да, и я хотел от себя просто добавить, я, ну, наверное, больше все-таки время так получилось, что я провожу за рулем, чем будучи пешеходом. Ты привыкаешь к тому, что все зебры освещены, и ты, подъезжая к зебре, ты видишь человека, который переходит дорогу. Норм, все хорошо. Но тут внезапно оказывается, что человек, там, ну, как правило, это взрослые, в темной куртке, в темных брюках, он идет там, где нет пешеходного перехода. И ты его вообще не видишь, особенно зимой, когда у тебя еще и фары снегом заляпаны, и вот это все. И ты уже, то есть, вроде бы, как бы город хорошо освещен, как Василий сказал, все нормально. И тут вот на темном участке улицы ты в последний момент замечаешь... Вот плохо освещенного чувачка. Вот, вот, вот это прям, ну, это очень опасно. И я даже понимаю, что, наверное, в случае такой аварии виноват будет пешеход, но я вот точно не хочу быть... Ну, в общем, это просто обращение к пешеходам, подумайте об этом. Окей, друзья, у нас музыка традиционная, и мы возвращаемся. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд, и мы теперь с Димой вдвоем хотели подвести итоги вот нашей с вами подготовки к осенне-зимнему сезону. Тебя стало свободнее без полковника полиции? Под полковника полиции, да. Под полковника? Слушай, да нет, ты знаешь, живой человек, говорящий живым языком, все хорошо. В который раз, да, я хочу заметить, что очень прикольно, что на службе стали появляться люди с, ну, вот, действительно с человеческим лицом, которые могут говорить на понятном, на одном с тобой языке. Да, даже с легким налетом романтизма. Романтизма, да, про осень. Да, друзья, ну, от себя хочется добавить, в первую очередь, конечно, ну, я не знаю, я как человек, который любит зиму и за рулем, и за пределами руля, вот, я зиму как сезон люблю, мне прям нравится. Белый снег, красиво, да, водить чуть сложнее, да, больше сляхотя, но, во-первых, можно найти какую-то закрытую площадку, где ты можешь как-то кайфануть, пока подполковник полиции нас не слышит. Да, ну, ну, слушайте, ну, вот, давайте так, ну, многие же любят где-то, там, если машина позволяет, там, опять-таки, я повторюсь, в условиях безопасности, мы вас ни к чему противозаконному не призываем, но где-то, вот, чуть поскользить, просто лучше почувствовать автомобиль, потому что это произойдет на меньшей скорости, у вас будет больше времени на реакцию. Естественно, при условии того, что вы делаете это на безопасном участке. А я не люблю зиму. Нет, с тобой все понятно. Я люблю зиму, я не люблю зиму именно как автомобилист, да, потому что зима всегда, всегда неотрывно связана с грязью, грязной машиной, я ненавижу грязные машины, а зимой это всегда, да, то есть ты можешь... Слушай, маленькая грязь, не грязь, а большая сама. Вот это твоя логика, как и у большинства, она мне не нравится. С другой стороны, ты понимаешь, что грязный автомобиль, он привлекает лосей, которые будут его облизывать, слизывая с него соль. Вот, а я люблю животных. Нормальная логика. Ну, в общем, мне не очень нравится, я как-то тоже вот не позитивно смотрю на это. Нет, что значит, тоже, нет, я как раз смотрю позитивно. Тоже, как и многие наши слушатели. Да, и кроме того, что можно просто как-то кайфануть и так далее... Ну, что ты, ты лан, давай, кайфульки у тебя одни на уме, что шпы, не шпы, что ты там любишь? Ты знаешь, это сложный вопрос. Конечно, сложный. Прошлую зиму я провел на... Недаром люди в кулачном бою решают этот вопрос. Прошлую зиму я ездил на полноприводном автомобиле, у меня была Toyota RAV4, и я ездил без шипов. И как раз, собственно, это то, за что я еще люблю зиму, у тебя больше взаимодействия с автомобилем, ты как-то, ну, то есть, скажем, ты ближе к пределу, ты выезжаешь, порой выезд из двора, это уже такое приключение, выйдешь, не выйдешь, сядешь, не сядешь. А в этом году у меня Toyota с передним приводом, да еще и с маленьким дорожным просветом, и поэтому я, наверное, иду к тому, чтобы купить себе шипованные колеса. То есть, если машина полноприводная, то, в принципе, без шипов мне хватало тяги, в первую очередь, чтобы выезжать. С точки зрения тормозного пути, по всему, я люблю не шипованные колеса. Но так как у меня сейчас машинка маленькая, легкая, и я боюсь, что шипы ей все-таки необходимы, и у меня на даче там далеко не всегда хорошо чистят. Поэтому я боюсь, что я куплю шипы. Хотя я бы с удовольствием завел бы не шипы. И, кстати, если вы сейчас выбираете себе зимние колеса, то я могу уже от себя, опять-таки, посоветовать взять их чуть уже, чем летние, в рамках того, что разрешает производитель. А сейчас, как правило, достаточно широкое поле допуска. Более узкий протектор, потому что тогда он будет лучше продавливать снежную кашу, и машина будет стабильнее ехать. Ну, и, наверное, можно попробовать чуть-чуть увеличить профиль, чтобы немножко нарастить дорожный просвет. Ничего себе. Опять-таки, ну, в рамках того, что допускает производитель. Ну, давай, учитывая так, что сейчас выбор на шинном рынке не очень велик, это сложная манипуляция. Ну, почему? Ну, вот у меня сейчас на машине стандартный размер 165-65R14. Я ищу себе 165-70R14. Многие производители уже даже не представляют, что такие диаметры существуют. Ну, это вазовский размер, Lada Granta. Вот, собственно, чуть выше... Тебе проще. А когда у тебя кроссовер на стоковых девятнадцатых? Выясняется, что дешевле купить семнадцатые диски и семнадцатую резину. То есть просто зимний комплект, кстати, что я тоже очень приветствую. Да, и если у вас есть гаражик, да в конце концов сейчас куча контор, которые предлагают услуги по хранению шин. Небольшая проблема с дисками, все говорят, ну, таскать тяжело, еще что-то. Ну, если есть гаражик... В конце концов, лестничную клетку никто не отменял, да? Нет, на лестничной клетке... На радость соседям. На лестничной клетке хранить, да еще и на красивом девятнадцатом литье летние колесики, чувак, они укатятся у тебя где-нибудь к ноябрю там. Дверь, 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 дверь под замком, все как надо. Ну, если только, не знаю, вот это такой тонкий момент. Ну, в общем, друзья, на самом деле абсолютно неважно, каковы ваши предпочтения, шипы, не шипы тем более, а современный шип... Главное, не летние. Да, современный шип-то можно не бояться, многие там говорят, что шумно, не шумно, да, то есть всем понятно, что современная шипованная шина, она, ну, чуть более шумная, нежели фрикционное не шипованное колесо. Поэтому, независимо, да, от ваших предпочтений, главное, чтобы они были и были своевременно, не тяните. И чтобы на них был еще протектор. Не просто у меня зимнее колесо, которому 15 лет, на нем еще мой дедушка ездил, на нем звездочка нарисована, да, снежинка. Дед-то жив-здоров, все прекрасно, да, и поэтому колесо тоже хорошее. Нет, конечно же, колеса должны быть свежими. Да, и у зимних колес требования по остаточному протектору даже выше, чем летний. Конечно, потому что, собственно, протектор и непосредственно отвечает за отвод всего того, что есть на дороге из пятна контакта, поэтому подходите к этому сознательно, смотрите внимательно, своевременно, меняйте шин, тогда вы будете в полной безопасности, ну и плюс дистанция. Да, друзья, спасибо, что были с нами, было клево, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, до следующего понедельника. Пока-пока. Вечерний заезд